Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. 20 января служба делопроизводства и режима отмечает свой профессиональный праздник. Сегодня мы хотим рассказать о работе этого подразделения. Находимся мы сегодня в Межмуниципальном управлении МВД России Одинцовская. Здравствуйте, Ольга Владиславовна! Здравствуйте, Маша! Хотелось бы, конечно, сегодня более подробно узнать о тех людях, которые не только принимают, обрабатывают, но и отправляют обратно все ответы на те запросы, которые поступают в Межмуниципальное управление каждый день в огромном количестве. Вы совершенно верно сказали, что в огромном количестве к нам поступает огромное количество различных документов. Ну, вообще, в целом, конечно, служба делопроизводства и режима является одной из древнейших подразделений, одной из древнейших служб системы МВД. 7 января 1804 года по старому календарю, по старому стилю была организована данная структура и называлась тогда в то время еще канцелярия. Несмотря на то, что название меняется из года в год, из столетия в столетие, скажем так, но, тем не менее, задачи сотрудников отдела делопроизводства и режима, они остаются прежние. Основные задачи, конечно, сотрудников – это учет, прием и регистрация входящих документов. Это передача данных документов на рассмотрение руководителю, начальнику управления Межмуниципального управления МВД России Одинцовской, Школкину Алексею Васильевичу, другим руководителям нашего управления. После того, как данный документ руководством рассматривается, накладываются соответствующие резолюции, даются указания, после этого сотрудники отдела делопроизводства и режима данные документы уже передают непосредственно исполнителю. Одна из задач сотрудников отдела делопроизводства и режима – это контроль за сроками рассмотрения поступившей корреспонденции, это регистрация и отправка исходящих документов, это ведение секретного делопроизводства и контроль за данным направлением, архивная работа, правильность оформления документов. То есть задач, на самом деле, конечно, очень и очень много. Поэтому нагрузка колоссальная. Штат сотрудников отдела делопроизводства и режима, ну, я бы сказала, для Одинцовского района он не такой уж и большой. У нас по штату 20 сотрудников. Из них 10 сотрудников трудятся в территориальных отделах полиции, которые обслуживают непосредственно территорию Одинцовского района. Но все-таки сердце службы находится здесь, непосредственно в главном направлении, и сюда стекается вся информация. Вся информация и полностью отчет по работе отдела делопроизводства и режима. За весь Одинцовский район, конечно, отвечаем непосредственно мы, сотрудники, которые работают в управлении. Здесь в управлении трудится 8 сотрудников. При этом, причем вот сотрудники, которые здесь у меня трудятся, они являются и гражданскими, и аттестованными сотрудниками. И, конечно же, разница между гражданскими и аттестованными – это вопрос зарплаты, потому что низкий поклон, конечно, девочкам, которые являются гражданскими, потому что они получают мизерную зарплату, но при этом объем работы они выполняют нисколько, не меньше, чем те, которые у нас, в общем-то, в погонах. Если говорить об объеме, ну, примерно, вот сколько ежедневно поступает писем в Ваш отдел? Ну, я могу, Маша, сказать, что из года в год, опять же, эта цифра у нас, к сожалению, увеличивается. Если, допустим, у нас в прошлом году поступило на рассмотрение в Межмуниципальное управление МВД России 47 тысяч документаций, то есть 47 тысяч документов, которые рассматривались, то в этом году эта цифра значительно выше. Ну, пусть не значительно может быть в целом, но, тем не менее, 49 тысяч – это документов, поступившие на рассмотрение в МВД. И ведь на каждое письмо, на каждое обращение должен быть написан ответ и, более того, доставлен адресатом. Совершенно верно. Поэтому, конечно, к сожалению, к сожалению, у нас документы оборота растут, не уменьшаются. Ну, поэтому… Ну, несмотря на то, что вроде бы мы живем в веке цифровых технологий, 21 век, соцсети, почта электронная в том числе, все-таки почта России продолжает приносить вам письма? Продолжает приносить письма, соответственно. И вы знаете, вот, конечно, вот эти вот все новшества, которые внедряются, у нас, в частности, с 2015 года идет внедрение такой программы, как сервис электронного документа оборота. Казалось бы, это должно облегчить труд сотрудников отдела делопроизводства и режима. Но, к сожалению, вот, к сожалению, уже тенденция такая, что, наоборот, увеличивается нагрузка. Потому что у нас, к сожалению, идет регистрация и в сервисе электронного документа оборота, но при этом потом еще мы записываем в журналы, чтобы отследить прохождение данных документов, не потерять их, опять же, вот, своевременно исполнить, кого-то из исполнителей поторопить, сказать, у тебя подходят сроки. Поэтому, к сожалению, нагрузка на инспекторов отдела делопроизводства, она, вот, увеличивается. Ни одно письмо не теряется в ваших коридорах. Ну, мы стараемся, конечно, чтобы... Но все-таки при таком огромном потоке, надо понимать, 47-49 тысяч уходящих писем, это огромное, колоссальное количество, на тот штат сотрудников, который у вас есть. К сожалению, да. Стараемся, естественно, но это недопустимо, чтобы потеря произошла какого-то документа, потому что это, ну, буквально, это нарушение законодательства, нарушение нормативно-правовых актов. И поэтому у нас за, во всяком случае, за 17-й год, за тот период времени, сколько работаю я здесь на данной должности, за 17-й и за 18-й год, у нас не было выявлено фактов утраты каких-то документов, в том числе и секретных документов. Это особая категория, на которую акцентируется очень большое внимание, и со стороны вышестоящих органов, главного управления, Министерства внутренних дел. Поэтому, в общем-то, стараемся контролировать, не допускать подобное. Если вернуться снова к коллективу, вот те люди, которые трудятся под вашим руководством, насколько они верны своей профессии? И есть ли те, которые уже очень много лет работают в канцелярии? Вы знаете, есть сотрудники, которые проработали всю свою жизнь именно в данном направлении, в отделе делопроизводства и режима. Это, в частности, Никифорова Любовь Викторовна. Она проработала длительный период времени, она сейчас является пенсионером, пенсионером МВД. Она всю душу вложила в данное направление. И, конечно, она вот для меня, она как палочка-выручалочка, честное слово, потому что если стоит вопрос, что, Любовь Викторовна, надо где-то что-то вот найти. Любовь Викторовна всегда подскажет, скажет за предыдущие года, за предыдущие десятилетия, потому что срок хранения документов, некоторых у нас постоянного хранения, то есть это хранение длительных десятков лет. Есть документы, которые хранятся по 75 лет. Ну, соответственно, понимаете, если я работаю в данной службе два года, то, конечно, найти что-то за 1900 год, это иногда бывает, в общем-то, проблематично. Поэтому Любовь Викторовна, она отдала себя всю данной работе в настоящее время. Она по-прежнему активна, она по-прежнему трудолюбива, она по-прежнему ответственна и выполняет свои должностные обязанности вот только на 5 с плюсом. Есть сотрудники, которые у нас пришли в 2018 году, вновь прибывшие сотрудники. Но при этом я хочу подчеркнуть, что у нас вообще сотрудники в отделе делопроизводства, они у нас отличаются очень большой ответственностью. Поэтому я им очень благодарна и признательна, поскольку тут ведь ответ они держат не только за себя, они же держат за всю службу. Мне кажется, вот в вашей службе, как ни в какой другой, нет права на ошибку. Вы не можете ни потерять, ни уследить, что ушло, весьма не ушло. Но это просто невозможно. Ведь от этого зависит дальнейшая деятельность остальных структур. Конечно. И ведь в целом складывается впечатление о работе всего подразделения межмуниципального управления МФД России Одинцовской. И как ни парадоксально, у нас ведь за все отвечает начальник управления. Школкин Алексей Васильевич. А с учетом того, что у нас замечательный руководитель, который, вы знаете, всегда откликнется на любую просьбу, на любую какую-то вот, ну даже любую проблему, он никогда не останется безучастным. Поэтому, когда, допустим, у нас сотрудники несут неправильно оформленные документы, и приходится говорить, что, ребят, вы извините, есть нормативные правовые акты, нужно, чтобы документ был отражен на бумаге вот таким образом. И когда они говорят, да ладно, ну давайте, ну так отправим и все прочее, ну какая разница? Говоришь, нет, извините, мы не можем отправить, потому что, если этот документ попадет потом в обзор и будет фигурировать межмуниципальное управление МФД России с отрицательной стороны, то я, например, не хочу подводить Алексея Васильевича таким образом, чтобы он у нас где-то стоял на трибуне или там где-то рассматривался на каком-то заседании, совещании и отвечал за нерадивого какого-то сотрудника, которому просто не хочется, ну или там, конечно, некогда чаще всего бывает, сделать должным образом тот или иной документ. Поэтому я благодарна своим девочкам, которые проявляют в этом плане принципиальность. И щепетильность. И щепетильность, да. Пусть это может быть несколько, вот знаете, раздражает определенных сотрудников, но, тем не менее, принесли документ. Вот Тузаева Ольга Юрьевна, которая устроилась буквально у нас в ноябре 2018 года, она очень спокойна, очень корректна, очень вежлива, но очень настойчива говорит, извините, у вас вот здесь поля немножко не так, если, допустим, положено 3 и 1 справа-слева, то будьте любезны разместить текст именно таким образом, чтобы поля соответствовали. Она возвращает эти документы, несмотря ни на какие уговоры. При этом, конечно же, сотрудники, они должны проявить какое-то тоже понимание, когда люди к нам приходят в наше подразделение, и, соответственно, чтобы уходили не со злобой, не с какой-то обидой, а все-таки уходили с пониманием и уходили, в общем-то, с хорошим настроением. Но это ваша работа, которую вы выполняете на отлично. Мы стараемся. Не за что обижаться. Мы стараемся. Стараемся, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы не было никаких моментов, которые можно искоренить, которые можно исправить, и, в общем-то, чтобы был порядок во всем, и в том числе и в документах, естественно. Это самое главное, это, наверное, девиз отдела, делопроизводство и режима. Мне бы хотелось познакомиться, конечно, ближе с вашими сотрудниками. Давайте посмотрим. Пожалуйста. На их работу. Ольга Владиславовна, где мы сейчас находимся? Мы находимся в настоящее время в кабинете, где осуществляется выдача служебной корреспонденции. Вот как раз происходит, да? Совершенно верно, да. Начальник дежурной части Душкин Виктор Николаевич пришел получить документацию, которая была ему непосредственно отписана. Сотрудник у нас расписывается в получении документов. То есть все фиксируется? Обязательно. Все фиксируется. Документ передан на руки? Естественно, передан исполнителю, после чего у исполнителя есть определенный срок исполнения данного документа. Ну, как правило, входящий документ у нас исполняется в течение 30 дней, не позже. Если уже после, позже, то тогда это считается как нарушение учетно-регистрационной дисциплины. Но это недопустимо. Это недопустимо ни в коем случае. Точно так же сотрудники у нас приходят, ознакомливаются с нормативно-правовыми документами, точно так же читают, расписываются, после чего исполняют дальше свою работу. Здесь в кабинете как раз у нас присутствуют инспектора отдела делопроизводства. Вот я рассказывала про Тузаеву Ольгу Юрьевну, которая у нас работает и которая очень принципиально подходит к приему документов, которые у нас направляются. Вот как раз сервис электронного документа оборудования. Да. Направляются адресатам. Проявляет принципиальность в оформлении документов, которые не допускаются, нарушения, она возвращает данные документы назад. Любовь Викторовна, про которую я вам рассказала, Никифорова, Любовь Викторовна, наш пенсионер МВД, который проработал много-много лет, заслужил 25 лет. И причем осталось, видите, верной данной службе, никуда не уходит. Мы без нее, как без рук моей, очень за это благодарны. Рыбакова Татьяна, человек у нас второго ребеночка родил, вышел из декрета, сейчас вот трудится по направлению, по секретному направлению. Вновь прибывший сотрудник Швабаур Кристина Валерьевна. Ну, здесь она у нас просто метеор, потому что у нее все горит буквально, она все делает очень быстро. Она у нас как, знаете, палочка-выручалочка, потому что надо куда-то сходить. Кристина, Кристина молодая у нас, самая молодая Кристина. Кристина у нас бежит туда-то, сюда-то, спускается вниз, когда, допустим, приходят граждане с какими-то документами. Поэтому вот Кристина у нас выручает нас. Ольга Владиславовна, это далеко не все ваши сотрудники. Не все сотрудники. У нас еще сотрудники в следующем кабинете. В данном кабинете направление идет, это отправка корреспонденции и направление обращений граждан. Одно из самых основных направлений обращений граждан, потому что это всегда идет на контроле вышестоящих организаций. Это входит в оценку деятельности нашего управления. Ну вот, в частности, по обращениям граждан у нас работает Кравцова Екатерина Евгеньевна и Тузова Юлия Игоревна. Это молодые наши сотрудники, которые очень ответственно относятся к данному направлению. И заслуженная оценка была в ноябре 2018 года, когда мы получили удовлетворительно по данному направлению, благодаря как раз нашим девочкам, которые очень-очень ответственные. В 2018 году к нам в службу пришла Заверова Любовь Владимировна. Сотрудник у нас абсолютно беспогон, гражданский, который тоже много лет проработала в службе ОВМ. В настоящее время трудится в нашем подразделении. Она как раз занимается отправкой корреспонденции. Вы знаете, перед Новым годом была просто катастрофа, когда ей принесли вот такие вот стопы документов, и это все нужно было сделать срочно. И Любовь Владимировна, несмотря на то, что она у нас гражданский человек, не аттестованный, она даже выходила в праздничные дни, чтобы законвертовать и вовремя, своевременно все отправить. Очень ответственно относится к выполнению своих должностных обязанностей. Екатерина, сколько лет вы уже работаете в отделе делопроизводства и режима? В Вадире я уже работаю три года, и хочу сказать то, что каждый день я с удовольствием прихожу на работу, потому что мне очень нравится наша служба, чем мы занимаемся, и очень приятно быть полезной для сотрудников полиции и для граждан. Чувствуете на себе груз ответственности? Конечно, ответственность в нашей службе колоссально большая, потому что это сроки, это огромный объем работы, и, конечно, хочется делать все правильно, вовремя, к чему мы и стремимся. Екатерина, как вы попали в структуру МВД? Я просто мечтала работать в полиции, поэтому я осуществила свою мечту и устроилась сюда работать. Не жалеете, что вы выбрали именно это направление? Нет, я ни в коем случае не жалею ни разу, и наоборот, я горда, что я отношусь к системе МВД, и каждый наш профессиональный праздник я воспринимаю с трепетом сердце, потому что гордость переполняет мои чувства. Ольга Владиславовна, куда мы отправимся дальше? Я предлагаю отправиться в первый отдел полиции, который непосредственно обслуживает город Одинцово, ближайший к нам, где трудятся у нас два инспектора. Один сотрудник у нас аттестованный, это Губанова Алена Николаевна, капитан полиции, и второй сотрудник у нас вольнонавемная, гражданская девушка, это Шевко Наталья Николаевна. Алена Николаевна, сколько лет вы уже работаете в структуре МВД, и почему выбрали именно эту профессию? В структуре МВД я уже работаю больше десяти лет. С детства мечтала стать сотрудником полиции, и моя мечта, наконец-таки, в принципе, сбылась. В самой службе делопроизводства я работаю больше трех лет. Служба очень интересная, сама по себе работа очень повышает уровень интеллекта, и очень познавательная. Очень много приказов интересных, и делопроизводство – это такая служба, где действительно много работы, но нужной работы. То есть чувствуете себя нужным, востребованным, и, наверное, в самом деле, что нет права на ошибку? Все должно быть сделано идеально? Да. Алена Николаевна, приближается ваш профессиональный праздник, что бы пожелали всем коллегам? Ну, коллегам я могу только одно пожелать, чтобы они были прежде всего здоровы, потому что, к сожалению, в нашей службе здоровье – это тоже превыше всего. Ну, и терпение, понимание, ну и всего самого-самого наилучшего. Ольга Владиславовна, спасибо за интересную экскурсию. Еще раз поздравляем ваш отдел делопроизводства режима с профессиональным праздником. Я присоединяюсь к поздравлениям. Девочки мои дорогие, я поздравляю всех с профессиональным праздником. Я желаю крепкого-крепкого здоровья вам и вашим семьям. Пусть наша работа приносит вам и радость, и удовлетворение, чтобы вы каждый день, за исключением, конечно, праздничных выходных дней, приходили с удовольствием на нашу работу. Я желаю всем покорить наш сервис электронного документа оборота и, конечно же, чтобы количество входящих корреспонденций, так же, как и исходящие, у нас уменьшилось, и чтобы было хоть немножечко как-то полегче. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания.